Здравствуйте! Сегодня мы с вами разберем матрицу ноутбука, снимем ее для замены инвертора. Ноутбук это у нас Dell 110L. У него пропадает через какое-то время работы подсветка. Это проблема, скорее всего, в инверторе. Для того, чтобы снять матрицу, надо открутить 6 болтов. 2 снизу, 4 сверху. У меня уже 5 болтов выкручено. Давайте я покажу, как они снимаются. Берем плоскую отвертку. И убираем этот в резиновую заглушку. Каждый болт скрыт от резиновой заглушки. И убираем, под ним видим болт. Этот болт откручиваем. Все, болт открутили. Теперь нам надо снять декоративную рамку. Берем вот так ее на себя. Оттягиваем и потихоньку начинаем отщелкивать ее по периметру. Вот так, откручивая ее снутри наружу. И с этой стороны до угла. И потом здесь также откручиваем изнутри наружу. Все, после того, как мы все защелки убрали, вот здесь сверху защелку надо бок сдвинуть и снять. Теперь вот здесь аккуратно надо быть, чтобы не сломать пластмассовый, назову его рогом. Для того, чтобы его не сломать и снять рамку, надо вот с этой стороны ее приподнять, с этого угла и сдвинуть влево. Аккуратненько сдвигаем. То есть, чтобы не сломать вот этот, это скорее всего датчик нажатия. Все. Декоративную рамку мы с вами сняли. Здесь мы видим саму матрицу и к ней прикреплен инвертор. То есть, инвертор можно снять, только разобрав матрицу. Продолжаем, точнее разобрав и сняв матрицу. Для того, чтобы снять матрицу, надо открутить раз, два, три, четыре. Здесь у нас что? Здесь антенна. Давайте пока открутим четыре болта по углам. Потом посмотрим, будут ли антенные болты крепить матрицу к крышке нижней. Первый, второй, третий. Аккуратно придерживаем крышку, чтобы она вниз не упала. Вниз она не упадет, то есть она еще держится. Скорее всего, где-то болтами. Все, четыре болта по этих открутили. Убираем их в отдельный отсек. Теперь, чтобы продолжить дальнейшую разборку, нам надо снять декоративную панельку снизу. Для этого мы пускаем кран. Здесь вот две защелки их подцепляем. Раз. И два. Все, защелки подцепили. Дальше открываем крышку и поднимаем эту декоративную накладку. Все, убираем ее в сторону. Теперь, чтобы нам снять нижнюю крышку, надо открутить четыре болта, которые находятся по углам матрицы. Два болта у меня уже вот здесь и здесь выкручены. Мне осталось открутить два болта, которые в верхней части остались. Один справа и один слева. При этом надо поддерживать нижнюю крышку, чтобы она не упала вниз. Так, все, крышку мы отцепили, открутили. Сейчас надо ее снять. Все, аккуратно ее снимаем. Проверил я инвертор. Оказалось, проблема не в инверторе, а в лампе матрицы. Для того, чтобы нам заменить лампу матрицы, нам надо ее снять. Значит, для того, чтобы снять, нам надо отключить вот этот шлейф, который идет от материнской платы к матрице. Для того, чтобы его отключить, надо убрать вот этот скотч. Убираем скотч. Аккуратно. Все, можно его тут же наклеить рядом, потом его на место вернем. После этого нажимаем, вот тут с боков нажимаются ключи и тянем вниз. Аккуратненько. Все, вот шлейф мы отключили. Берем его, переворачиваем. Теперь нам осталось только открутить по четыре болта с боков, которые крепят матрицу к петлям. Все, откручиваем их. Матрицу можно положить, как я, на клавиатуру. И спокойно откручивать болты. Матрица здесь у нас стоит 15-дюймовая, соотношением сторон 4х3, но был достаточно старый. И модель матрицы у нас QD15XL04, REV, REVISION 02. Так, все, справа я открутил, четыре болта убираю их, отдельный отсек. Так, и теперь слева откручиваем четыре болта. Первый. Второй. Третий. И четвертый. Все, это последний болт крепления. Все, теперь аккуратно поднимаем матрицу. Все, матрицу мы с вами сняли. После ремонта я ее установлю назад. Все, матрицу мы отремонтировали. Ставим ее назад, в наш ноутбук. Берем это, отодвигаем. Берем матрицу. Кладем ее, как снимали, на клавиатуру. Все аккуратненько. Теперь, наверное, первым делом прикрутим ее с боков. Четыре болта с каждой стороны, которые мы откручивали. Крепление матрицы к петлям. Первая. Вторая. Вторая. Третья. Я сразу их не прикручиваю, а только наживляю с обоих сторон. Четвертая. Все, четыре. С одной стороны я наживил, теперь наживляю четыре болта с другой стороны. Первый. Второй. Третий. Третий. И четвертый. Точнее, не четвертый, а пока третий. Все, болты мы в петле наживили, теперь затягиваем их. На некоторых матрицах пишется последовательность, из которых надо их закручивать. На этой нету, поэтому затягиваем в любой последовательности. Все хорошо притягиваем ее. С одной стороны притянули, теперь с другой стороны притягиваем. Второй, третий и четвертый. Все, матрицу мы прикрутили. Теперь устанавливаем назад. Это у нас вот так. Подключаем шлейф матрицы, аккуратно его центрируем. И возвращаем в разъем. Все, прижимаем его. Так, за бока я это сделаю. Раз. Все. Он вошел и произошел щелчок. Закрывание ключей. Теперь подключаем назад лампу к инвертору. Главное не перепутать какой стороной. Потому что если сильно надавить, ее можно запихнуть и другой стороной. Но ничего хорошего из этого не выйдет. Теперь возвращаем назад. Тут у нас инвертор был вставлен в матрицу. Все, я его вставил. И тут вот сторонний скотч был. Если у вас еще осталось, он остался. Можно его приклеить. Вот у меня с одной стороны приклеился, с другой стороны тоже приклеился. Шлейф, значит, у меня был просто проложен, а не приклеивался. Теперь все. Все, инвертор мы с вами подключили. Это проверили. Аккуратно кладем крышку назад. Тут у меня слегка антенна Wi-Fi модуля вылетела. Из своих пазов я ее сейчас на место поставлю. Как она должна идти. Если она у нас вылетела, то тоже надо вернуть ее на место. Вот она шла здесь в углу под этими вещами. Так, здесь проходила. Потом здесь. Потом снизу вот над этой черной площадкой. И сверху. Теперь я аккуратно кладу крышку на нашу матрицу. И беру ее, поднимаю. Так, у меня уже разщелкнулся разъем. Все, аккуратно поднимаю. Так, теперь надо нам прикрутить матрицу крепления, которые были сверху, и крепления снизу. Четыре болта. Так, я вот их сейчас просто наживлю. Я уже забыл, куда какие болты должны идти. Поэтому я вот наживлю их. И для того, чтобы не закручивать ни туда, подставлю верхнюю крышку. Посмотрю, угадал я или нет. Так, все. Наживили. Берем верхнюю крышку и прикладываем ее, смотрим. Все. То есть я угадал. Все, болты я вкрутил. Крепление матрицы нужно. Теперь вкручиваю вот этот маленький болтик, который крепит инвертор. Вот, чтобы вам было видно. Который крепит инвертор к... К матрице. Все. То есть здесь мы все с вами сделали. Теперь давайте включим его, проверим, что после сборки у нас все работает. Питание. Так, и кнопку жмем. Питание, включение. Смотрим, что у нас. Все включилось. Хорошо. Перевод включаем и продолжаем сборку. Ставим на место. Верхнюю крышку. Здесь единственное, вот, я не посмотрел провода инвертора. Вот их надо вот здесь проложить аккуратненько, красиво. Тут под них место есть. И два. Все. Правда мы спрятали. Теперь ставим назад верхнюю крышку. Вот тут аккуратней. Сверху, чтобы тут защелочку не сломать. То есть на нее. И теперь расщелкиваем. Придавливаем ее, чтобы она защелкнулась. Тут надо вот ее сбоку заводить, потому что если заводить с центра, она попадает внутрь и не защелкнется. И так же с этой стороны наружу чуть-чуть уворачиваем и прищелкиваем. Все. Тут у нас все встало. Пострели, чтобы у нас не зажались нигде провода. Потому что если провода зажмутся, они в процессе открывания-закрывания перетрутся. И выйдет из строя. Так, здесь вот просто продавливаем сзади, спереди. Должно захлапываться. Здесь почему-то не захлапывается. Давайте я ее закрою. И если он не захлапывается, делаем вот так. Сюда вставляем отверточку и нажимаем. Все. То есть я вставил, отверточку сверху нажал и у меня все закрылось. Теперь нам осталось прикрутить на место 6 болтов крепления. Декоративной панельки. И наклеить назад все болты. Все 6 штучек я закрутил. Крепление декоративной крышки. Теперь ставлю на место резиновые заглушки на эти болты. Если скотч двухсторонний у вас не отвалился, они будут держаться. Если отвалился, они уже держаться не будут. Бук старый, скотч тут уже высох. Так что возможно кое-что отвалится. Все. 6 штучек на место поставил. Теперь ставим на место декоративную панельку, которая над клавиатурой стоит. Вот ее в пазы сюда вставляем. Все. Вставили и захлопнули. Все. Сборку ноутбука мы с вами завершили. Продолжение следует. Продолжение следует...